Сегодня у нас такое интересное событие. Зацвело алоэ. Говорят, оно не часто цветет. У меня уже цветет четвертый год. Причем растет в интересное. Я недавно пересадил в кастрюлю обычное, дырявое. Посадил, чтобы корням больше места было. Вот их два растет. И они уже четвертый год пускают такие цветочки интересные. Такие желто-зеленые, красноватые. Алоэ или столетник, как его называют в народе, издавна знакома своими целебными свойствами. В состав алоэ входят более 250 биологически активных веществ, среди которых можно выделить аминокислоты, витаминный комплекс, аскорбиновая кислота, витамины группы В и другие. Микро- и макроэлементы, необходимые для правильного функционирования органов и систем человека. Калий, кальций, натрий, магний, марганец, железо, кобальт. Флавоноиды повышают эластичность сосудов, предохраняют наши клетки от разрушения, тормозят процессы старения в организме. Дубильные вещества оказывают ввяжущее, противовоспалительное и равнозаживляющее действие. Моносахариды и полисахариды – простые и сложные углеводы, основные источники энергии для жизнеобеспечения человека. Энзимы – белковые, ферменты, активизирующие биохимические процессы в организме, чрезвычайно важны для нашего иммунитета. Органические кислоты – яблочная, янтарная, лимонная и другие – поддерживают кислотно-щелочное равновесие, необходимые для корректного метаболизма. Горечи – обладают противомикробным действием, стимулируют работу органов желудочно-кишечного тракта. Сложные эфиры и эфирные масла – это далеко не полный перечень полезных элементов, которыми богат всем знакомый столетник. Кроме этого, листья этого непритязательного растения отлично очищают воздух, насыщая его кислородом и живительными фитонцидами. Сок растения без преувеличения можно называть исцеляющим эликсиром. Его лечебные свойства издавна используются людьми при терапии множества заболеваний. Причем в зависимости от целей применять сок можно как внутренне, так и наружно. Употребление сока вовнутрь помогает избавить организм от токсинов, укрепляет иммунную систему, естественный образом очищает кровь, снижает уровень холестерина и нормализует работу органов пищеварения. При наружном применении используются в виде растирок, примочек или компрессов. Такие процедуры содействуют снижению воспалительного процесса, уменьшению болевого синдрома, быстрейшему ранозаживлению и общему оздоровлению слизистой и эпидермиса. Стоит заметить, что горький сок растения является мощным биостимулятором, оказывающим положительное влияние на весь организм. Применяя его в рекомендованных количествах и соблюдая все условия хранения, можно добиться не меньшего эффекта, чем при лечении обычными лекарствами из аптеки. Алоэ с медом Опытные травники рекомендуют такую смесь, как мощное оздоровительное средство, способное помочь при таких состояниях организма, как проблемы с работой пищеварительного тракта, легочные патологии, сердечно-сосудистые болезни, кожные недуги, общая слабость, обусловленная перенесенным заболеванием или оперативным вмешательством. В лечебных целях применяется растение, возраст которого не менее 3-5 лет. Листья для изготовления препарата следует не отрезать, а аккуратно отламывать. Перед использованием листья необходимо промыть чистой воде и насухо протереть бумажным полотенцем. Рецепт приготовления Удалите все шипы и нарежьте подготовленные стебли небольшими брусками. Любым удобным для вас способом измельчите растение с помощью мясорубки, блендера или просто вразмяв вилкой. Полученную кашицу заверните в 2-3 слоя стерильной марли и тщательно отложмите. Полученную жидкость смешайте с сырым пчелиным медом в пропорциях, которые указаны в рецепте. Обычно примерно один к одному. Хранить лечебное средство можно в холодильнике, поместив его в сухую чистую банку с герметичной крышкой. Срок хранения не более одного календарного месяца. Алоэ с медом для желудка При воспалении слизистой желудка человек начинает испытывать дискомфорт, боль, тяжесть, тошнота, изжога и другие неприятные симптомы. Чтобы избавиться от этого состояния, можно использовать старинный рецепт лечения гастрита при помощи алоэ и меда. Сто грамм листьев столетника пропускают через мясорубку. Полученный гель соединяют с таким же количеством жидкого меда. Принимают смесь по полной суповой ложке за полчаса до еды, запивая большим количеством теплой кипяченой воды. Лечение таким образом проводят в течении трех недель, после чего необходимо сделать перерыв минимум на 10 дней. Алоэ с медом от кашля Если вас мучает сухой лающий кашель или вы страдаете от застарелого бронхита, попробуйте пролечиться таким народным способом. Смешайте 50 мл сока алоэ, 50 г меда и 25 г свежего брусничного сока. Принимайте по 2 столовых ложки 3-4 раза в сутки. При помощи этого снадобья вы сможете добиться более продуктивного отхождения мокроты, что положительно повлияет на общий ход болезни и значительно ускорит ваше выздоровление. Настойка алоэ, мед и кагор Сочетание алоэ, меда и кагора давно используется в нетрадиционных терапевтических практиках. Эта смесь обладает множеством полезных характеристик. Помогает усилить кровообращение, снижает артериальное давление, снимает лихорадочные состояния, улучшает пищеварение и активизирует защитные силы организма. В зависимости от типа и лечения болезни, настойка из столетника, меда и кагора может изготавливаться в разных вариациях, с добавлением компонентов, усиливающих действие лекарства. Готовится рецепт так. Кашица из листьев растения, мед и вино смешиваются в пропорциях 1 к 1 и 2 части кагора соответственно. Смесь отстаивается в темном месте не меньше недели. По прошествии необходимого времени настойку процеживают через марлю и переливают чистую емкость, которую хранят в холодильнике в плотно закрытом виде. Употреблять настойку нужно по столовой ложке перед едой. Вводный напиток алоэ относится к напиткам, которые способны очищать организм, выводить из него токсины и вредные соединения, а также нормализовать работу пищеварительной системе. Кроме этого, раствор обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он борется с уровнем плохого холестерина, практически не имеет противопоказаний и особенно рекомендован людям с повышенной массой тела. Готовится этот чудо-напиток из обычных ингредиентов. Рецепт простой и вполне бюджетный. Три столовых ложки сока растения смешивают с двумя столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Растворяют смесь в пол-литра холодной кипяченой воды. Оставляют настаиваться под крышкой около семи часов. Готовый напиток выпивают в течение одного дня, разделив объем на равноценные порции. Для улучшения вкуса можно подсластить жидкость натуральным медом, но никак не сахаром или другими пищевыми добавками. При регулярном употреблении напиток с натуральным соком столетника будет поддерживать водный баланс в вашем организме и наполнять его необходимой жизненной энергией. Не рекомендовано употреблять препараты, содержащиеся в сок алоэ, диабетикам, так как может резко упасть уровень сахара в крови, людям с опасными патологиями печени, при кровотечениях любого типа, геморроидальных, менструальных, маточных, гипертоникам, пациентам с серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, детям до 12 лет. Удачи вам, друзья! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»